Иск за двойные квитанции. Прокуратура подала заявление в адресового управления с требованием прекратить выпуска двойных платежных документов. На чью сторону стал суд? Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я Алла Кузнецова готова рассказать о событиях вторника и теперь обо всем по порядку. И выпуск начнем с ЧП. Серьезная авария произошла на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Сыров. Накануне на 146-м километре столкнулись грузовой КамАЗ и две легковые иномарки. Происшествие спровоцировало 35-летней автоледи за рулем Hyundai Getz. Женщина не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, столкновение со следующего встречного направления автомашины КамАЗ. После чего автомашина КамАЗ, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомашиной Ford Fusion. В результате пострадали три человека. Виновница получила сочетанную травму. Водитель Ford'а перелом костей таза, тупую травму живота и резанные раны плеча и предплечья. Пассажирка этой машины ушиб грудной клетки. Все госпитализированы. Водитель КамАЗа остался невредим. Иск за двойные квитанции. Прокуратура Ленинского района подала заявление в адрес ООО управления с требованием прекратить выпуск двойных платежных документов. Накануне в Теглостроевском районном суде прошло рассмотрение дела по существу. На чью сторону встал суд, знает наш корреспондент Антон Саев. Второе заседание по иску прокуратуры Ленинского района к ООО управления начинается с доводов ответчика. На первом рассмотрении дела представитель управляющей компании просил предоставить время для подготовки. Якобы иск не был доставлен адресату. Первое, что пытается доказать представитель ООО управления, соглашение с расчетным центром Урал является договором поручения. Договор, который был заключен между управлением расчетным центром Урала 2 апреля 2015 года, по сути своей является договором поручения. Не намерено далее работать с данным расчетным центром и отказывается от договора в соответствии с статьей 450.1 Гражданского кодекса. В соответствии с данной статьей договор считается прекращенным с момента уведомления другой стороны. С такой позицией не согласны представители расчетного центра Урала. Ныне действующий договор никак не может быть разорван в одностороннем порядке, тем более с нарушением срока предоставления извещения о прекращении отношений. Почему вы считаете, что отношения между ООО управлением принадлежат к применению положения Гражданского кодекса о договоре поручения? Одно стороны первых мы посмотрели, что заключили договор агентский, поминавав себя соответствующим образом. Принципал агент. Позицию расчетного центра Урала разделяет и сторона истца. Если ООО управление желало расторгнуть соглашение с платежным агентом, то надо было это делать либо в обозначенный срок, либо через суд. Однако, кроме писем и извещений, никаких действий для фактического прекращения отношений с расчетным центром Урала ООО управление не предпринимает. Следовательно, управляющей компанией удобно сложившаяся ситуация. В ходе судебного разбирательства сторона ответчика подала ходатайство о привлечении соответчиков муниципального предприятия Нижнетагильские тепловые сети и Тагилтеплосбыт. Другая сторона расценила это как способ затянуть процесс. Полагаю, что увеличение, прежде чем служащих организаций, никакой правовой нагрузки в сегодняшнем судебном заседании вообще не несет. Считаю, что данная ходатайство это не более чем стоподобление процессуальными правами. Я думаю, следующее пойдет у нас в ООО Баконал, потом уже иные организации считающие в той или иной мере представление коммуникации. То есть я прошу уже на суд удовлетворения отказать. В итоге суд отклонил эти прошения ООО Управления. Оценив доводы сторон, определил удовлетворение данных податайств отказать. Продолжаем рассмотрение дела по существу. Отдельный вопрос у судей возник по поводу договорных отношений ООО Управления с ресурсно-снабжающими организациями. Ранее сообщалось, ни с НТТС, ни с Тагилтеплосбытом у управляющих компаний соглашений о сотрудничестве нет. Поэтому сторона ИСЦА в ходе премии сторон озвучила подозрение, средства, собранные с населением, могут остаться на счете управления. Также прозвучал факт аффилированности управляющей компании, ее платежного агента, расчеты и платежи и ООО ДИС. Вынесено ряд решений о взыскании с ООО Управления в пользу ООО ДИС за должность на общую сумму 31 миллион 879 тысяч рублей. Согласно выписок информации, которая находится в открытом доступе, то есть в едином государственном реестре юридических лиц, мы увидим, что ООО ДИС является аффилированным с ООО расчеты и платежи, а именно Смирнов Дмитрий Павлович является одновременно участником ООО ДИС и ООО расчета и платежи. Кроме того, второй участник ООО ДИС Аксенов представлял интересы ООО Управления в судебных заседаниях по ряду дел в арбитражном суде с ООО Роскопрости. Информация открытая, скрывать тут нечего. Комментировать данное заявление представитель управляющей компании не стало. Сторона ответчика настаивала, что имеет только один действующий агентский договор с расчетами и платежами. А прежнее соглашение с расчетным центром Урала было разорвано по всем нормам гражданского кодекса. Но, как заявил истец, за ворхом соглашений, ходатайств и отсылок ООО Управления хочет скрыть явный факт нарушения закона, а именно невыполнение стандарта и правила обслуживания многоквартирных домов. Управляющая компания допустила выпуск двойных квитанций, чем нарушила права жителей. Суд после двух с половиной часов заседания вынес решение. Низковые требования прокурора Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, действующего в интересах муниципального образования Свердловской области город Нижний Тагил, неопределенного круга лиц, к обществу с ограниченной ответственностью управления о признании действий незаконными возложения обязанностей удовлетворить. Суд признал основной довод истца. Именно управляющая компания несет ответственность за вверенные ей дома. Это прописано как в разделе 8 жилищного кодекса, так и в статьях гражданского кодекса. Таким образом прокуратура Ленинского района доказала незаконность действий ООО управления и теперь будет добиваться незамедлительного устранения двойных платежных документов в почтовых ящиках тагильчан. Антон Исаев, Александр Штраук, Сергей Иванов. Новости Тагил ТВ. Меньше недели осталось до начала работы Инопрома-2016. Крупнейшая региональная промышленная выставка пройдется 11 по 14 июля на площадке Екатеринбург-Экспо. По словам организаторов, готовность кинопром 100%. В этом году темой выставки станут промышленные сети. У нас три самых важных трека. Это промышленный интернет, это автоматизация и робототехника, и это финансирование промышленности. А также наши привычные, ставшие уже, я надеюсь, популярными треки, такие как форум промышленного дизайна, технологии для городов, энергоэффективность и другие. В рамках Инопрома планируется подписание около 40 документов, направленных на развитие региона. Более 30 меморандумов будет заключено с крупнейшими бизнес-структурами. Ожидается приезд руководителю американских и европейских холдингов. Но больше акцент в работе выставки будет сделан на восток. Уникальность нынешней выставки заключается в том, что официальным партнером Инопрома является Индийская республика. Здесь будут представлены индийские компании. Это тоже своя специфика и приезд гостей. А также будет проходить в рамках Инопрома и третья российско-китайская экспо. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов вошел в президиум областного правительства. Губернатор Евгений Куевышев подписал накануне указ о внесении изменений в состав руководящего органа, сообщает областная газета со ссылкой на департамент информполитики губернатора. Этот вопрос обсуждался еще 4 года назад, ровно 4 года назад. Я удовлетворен тем, что это решение указом губернатора было реализовано. Это дает нам возможность во взаимодействии с правительством Свердловской области, с администрацией Свердловской области решать и продвигать вопросы Нижнего Тагила. Это дает возможности и надежду, что эти проблемы будут решаться реально, не только в короткий период времени, 2-3 месяца, а на определенную перспективу. Согласно документу, его пополнили 4 человека. Вместе с главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым вошли сети менеджера Катеринбурга Александр Яков, вице-премьер областного правительства Сергей Швинт и министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. Глава города Сергей Носов провел объезд территории Ленинского района, побывав на набережной Высского пруда и в часовне на улице Рудянская. Какие планируются здесь изменения в репортаже Натальи Филимоновой? Подправить бордюры и ямы выровнять. Это касается восстановления асфальтирования пешеходных дорожек в парке возле пляжа Высского пруда. Место отдыха жителей вы и посетил сегодня Сергей Носов. Благоустройству в городе уделяется особое внимание. Так и набережная Нижневыскова пруда скоро станет интереснее. Сейчас специалисты ищут пути решения. С начала лета в парке выполнены работы по обустройству детского игрового комплекса. Тренажеров для воркаута устанавливаются скамейки. Кроме того, речь идет и о торговле. По словам Людмилы Абдулкадыровой, появится пять точек. Одна из них – быстрого питания, остальные – сувенирная продукция. Это, естественно, создано все для удобства тагичан, чтобы они могли приходить сюда в этот прекрасный парк и отдыхать, и загорать на Нижневыском пруду. Посетил Сергей Носов и часовню на улице Рудянска, где главной проблемой стала проходящая рядом автодорога. Вот этот угол нужно спрямить, чтобы они спокойно входили туда. Потому что их еще с того поворота выходят и летят в часовню. Здание находится на месте крутого поворота, что существенно увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Глава города дал поручение управлению архитектурой и управлению городским хозяйством провести мероприятие по уменьшению угла поворота грунтовой дороги возле часовни и снижению скоростного режима на данном участке. Если Господь Бог сохранил это место, значит для чего-то. И мы в состоянии приложить определенные усилия, прежде всего, наверное, эти усилия души, для того, чтобы ее помочь восстановить. Кроме того, это историческое место, отметил Сергей Носов, часовню строили наши предки. Ее однозначно надо сберечь. По воспоминаниям отца Иоанна, разрушенную башенку он помнит с детства, а после окончания семинарии заинтересовался судьбой строения. Оказывается, это вообще старое место Тагила. То есть тут находился самый первый храм в Тагиле, и место которого была построена Троицкая церковь. А сейчас вот часовенька, она была в убогом таком состоянии ужасном. И вот мы решили ее восстановить. Владыка Благословила мы решили восстановить. Часовня освящена в честь небесного покровителя святого Николая Чудотворца. И уже сейчас здесь проходят церковные службы. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Вернулись на работу. Около трех тысяч рабочих Уралвагонзавода вышли из вынужденного отпуска, сообщает пресс-служба предприятия. В июне сотрудники вагоносборочного и металлургического производств были временно отправлены на вынужденный отдых с сохранением двух третей заработной платы. Корпорации неоднократно заявляли, что это единственный способ сохранить производственный потенциал в условиях кризиса. Однако, как рассказал Уралинформбюро председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлушских, на предприятии сохраняется сложная ситуация. Цены на металлы высоки, если закрепится эта негативная тенденция, то возможны и дальнейшие перебои с поставками. И тогда опять грозит вынужденный простой, отметил Ветлушских. Итоговый выпуск новостей в эфире Тагил ТВ и мы продолжаем. Вопрос о возобновлении работы загородного оздоровительного лагеря «Солнечный» решается в суде. Учреждение было закрыто в конце минувшей недели. Пока выясняются точные причины ЧП, в лагере готовятся вновь принять детей. Подробности в следующем материале. В оздоровительном лагере «Солнечный» выполнены все предписания Роспотребнадзора, связанные с возникновением чрезвычайной ситуации. Проведены и дополнительные мероприятия по дезинфекции. Вновь открыть вторую смену, прерванную из-за заболевания детей, здесь готовы. Процедуру мы все сделали. Обработали полностью все корпуса. Затем еще раз обработали столовую, промыли на всякий случай. Промыли хлоркой водовод весь. Поменяли полностью фельструющую установку на воде, которая у нас стоит на весь оздоровительный лагерь. Прокварцевали все, что можно было. Установлено, что в «Солнечном» произошло заражение норовирусом. Ясности, как это случилось, до сих пор нет. Не все анализы готовы. Результат проверки на присутствие инфекции в пищеблоке и у сотрудников отрицательный. Предположения есть, но окончательные выводы делать рано. Если в коллективе детей кто-либо заболел первоначально, то они сохраняют носительство норовируса примерно около месяца. То есть человек чувствует себя прекрасно, не болеет, не беспокоит его ничего, а в результате в окружающую среду он выделяет вирус. И загородные, и пришкольные лагеря на особом контроле. Такова принципиальная позиция городской администрации. К сожалению, все обстоятельства, в особенности независимые от работы и персонала, учесть невозможно. В случае с «Солнечным» отказов продолжить в учреждении отдых нет. Рассматривается возможность продлить вынужденно сокращенную смену. Если найдена она не будет, родителям компенсируют расходы. Мне бы хотелось еще обратиться к средству массовой информации. Попросить все-таки перед тем, как выдавать информацию в средствах массовой информации, и стараться немножко следить за тем текстом, который они выдают, и не выдавать в СМИ неподтвержденную информацию. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. А прокуратура Свердловской области провела проверки в социальных учреждениях Нижнего Тагила, детском доме номер 5 и специальном коррекционном детском доме для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья номер 2. Основанием стали факты самовольных уходов, воспитанников и совершения ими правонарушений. В ходе данной проверки были выявлены нарушения прав и законных интересов воспитанников, а также законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Прокуратура сдержит на контроле работу по устранению недостатков. Было установлено, что с подростками не велась профилактическая работа. Некоторые из них употребляли спиртные напитки и токсические вещества. Меры по лечению несовершеннолетних, имеющих зависимость, не применялись. Кроме того, слабо организована работа по взысканию алиментов с горе родителей. Прокуратура внесла представление в региональное министерство соцполитики. Шесть должностных лиц, в том числе и заместитель директора детского дома номер 5, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. И к другим темам. Нижний Тагил продолжает бороться за место на новых банкнотах. На сайте твоя-россия.рф неделю назад началось открытое голосование за те города и их символы, которые могут появиться на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Чтобы оставить голос за Нижний Тагил, нужно в правом поле вписать наш город и символ достойной появления на денежных знаках. Мы решили спросить тагильчан, какую достопримечательность они бы хотели видеть на банкнотах. Я думаю, театральную площадь или памятник Черепанова, еще можно набережную, очень хорошую построить. Поровоз Черепановых или вот памятник, например, Черепановых. Ну не знаю, драмтеатр новый, например. В принципе, ничего такого нет у нас, чтобы так изображать, чтобы везде это видо было. Ну вот, вся площадь очень красивая, все парки в Тагиле очень красивые. Город наш, он красавец. Он хоть драмтеатр, хоть что. У нас такой красавец стал, не вызываем. Поэтому я поддерживаю вот драмтеатр. Драмтеатр? Танк можно. Да, наверное, лучше даже танк. В лагере «Баранчинские огоньки» прошла профсоюзная смена. На торжественной манифестации дети предложили отменить тихий час, заменить молоко на мороженое и продлить дискотеку. Подробности подписания условий в сюжете Ольги Фатыховой. Андрей Лепков в этом году стал председателем детской профсоюзной организации Лиги юниоров ГМПР. Ученик горнометаллургической школы уже не в первый раз отдыхает в лагере «Баранчинские огоньки» и всегда стремится к лидерству. Для того, чтобы стать лидером, нужен ум, красноречие и дар убеждения. Во-первых, это хорошая речь, которую мне придумывали воспитатели и вожатые, начальники и мастера моего цеха. Мне речь, в общем, понравилась. А еще, ну я просто ходил и говорил, болей за меня, болей за меня. Я выполню все, что ты попросишь. Профсоюзные смены в лагере проходят десятый раз. К каждому отряду представлен куратор Северас НТМК. Он корректирует работу, объясняет детям роль профсоюза. Сначала ребята выбирают лидера цеха, потом председателя детского правкома. Что входит в его обязанности? Ну, по крайней мере, первое время он берет шефство над всеми остальными лидерами, объясняет им структуру профсоюза. Ну, а где-то на седьмой или девятый день мы уже начинаем обсуждать коллективный договор. Сегодня в Баранчинских огоньках важное событие. Утром началась торжественная манифестация, на которой дети выдвигали свои требования по благоустройству лагеря и улучшению условий отдыха. В итоге был подписан коллективный договор Лиги юниоров. Сегодня в лагере Баранчинские огоньки было подписано трехстороннее соглашение между детской профсоюзной организацией Лигой юниоров ГМПР, администрацией лагеря и профсоюзным комитетом ОАО Евросын ТМК. Организаторы смены отмечают важность таких мероприятий. Это вырабатывает у детей чувство ответственности, а знания о работе профсоюзов помогут им в будущем жить и трудиться в коллективе. Вот это вот, вроде бы, как она игра для детей, да, прописываем же пункт там, запрописываем, обязательности детей и администрации, и профсоюза. И стараемся выполнить, то есть прививаем ребенку чувство, что если ты сказал, что надо сделать, надо выполнить. Баранчинские огоньки служат примером для подражания другим оздоровительным лагерям в организации тематических смен. Профсоюзные смены проходят. Значит, сегодня в практически десяти, примерно, скажем так, оздоровительных лагерях есть профсоюзные смены. Но вот такой активности, вот такого задора, вот такой школы, что ли, нет нигде. Ольга Фатыхова, Вадим Усков, Павел Соложнин, Новости Тагил ТВ. Сегодня мусульмане отмечают ураза Байрама, один из главных праздников ислама. Закончился пост священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого верующие в светлое время суток воздерживались от еды, питья и развлечений. Сегодня намаз состоялся более чем в 60 мечетях области. Затем верующие направились в гости или домой к праздничному столу, который традиционно состоит из блюд в национальной кухне. И к новостям экономики. Процесс покупки и продажи валюты для физических лиц упростили. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий обмен валюты до 40 тысяч рублей без предъявления паспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения в законодательстве также предусматривают упрощенную процедуру идентификации при покупке или продаже наличной валюты на сумму свыше 40, но менее 100 тысяч рублей. Таким клиентам будет достаточно показать кассиру паспорт. По какому курсу можно обменять валюту в банках Нижнего Тагила в постоянной рубрике экономика и финансы. Несмотря на оптимистичные прогнозы, Банк России повысил официальный курс бивалютной корзины. Доллар США прибавил 58 копеек и стоит сегодня 63 рубля 68 копеек. Завтра 64 рубля 26 копеек. Единая европейская валюта подорожала заметнее. Сегодня за евро просят 70 рублей 85 копеек. Завтра 71 рубль 63 копейки. Ну а самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила 64 рубля 39 копеек. Покупки 64 рубля 16 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 71 рубль 74 копейки. Реализовать за 71 рубль 55 копеек. Делайте новости вместе с нами и получайте призы. Победителем конкурса на лучшую новость от телезрителя на этой неделе стала Ольга Чебакова. Нашей телекомпанией она сообщила о слете трудовых отрядов мэра Ленинского района «Формула успеха». Подростки и педагоги подвели итоги первой рабочей смены. Соревновались в интеллектуальных и спортивных играх. За эту новость Ольга получает подарок от спонсора рубрики организатора выставки 3D-картин «Иллюзориум». Ольга Семеновна, хочу поздравить вас с победой в конкурсе на лучшую новость недели от «Тагил ТВ» и поздравить вас с победой в этом конкурсе. Дарю вам эти два билета. Спасибо большое. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Ноль голов за последние три матча. Уралиц-НТ не может выйти из черной полосы. Нижнетагельский футбольный клуб, выступающий в третьей лиге чемпионата России в последнем матче в Омске с молодежным составом «Мертыша», пропустил три мяча. Безголевую серию усложняет череда травм и удалений. Только в недавнем матче тагильчанам показали две красные карточки. 7 июля на стадионе «Высокогорец» пройдет последний матч первого круга первенства с чемпионом последних лет «Металлургом» из Аши. Начало в 17.00. Курсанты военно-патриотического клуба «Границ» стали участниками спортивно-игрового проекта «Урал спасли». Зерон реализуется при поддержке областного министерства физической культуры, спорта и молодежной политики. На аэродроме Бенги под Невьянском прошли соревнования по выживанию в экстремальных условиях и фестиваль по выполнению нормативов комплекса ГТО. В ходе соревнований ребятам пришлось ликвидировать различные чрезвычайные ситуации, вызванные падением на землю месиоритом. Оказать помощь пострадавшим, эвакуировать материальные ценности. «Гранитовцы» провели показательные выступления и организовали один из этапов фестиваля ГТО по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. И такова была информационная картина дня. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefestv.ru. Всего доброго и спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok